Минди набирает скорость, смещает центр. Минди, ударная позиция. И вот попытка добивания. 1-0. 1-0. Забивает Кирилл, забивает свой третий гол в этом четвертьфинальном противостоянии с Барусией. Что здесь произошло? Айген Георгиевич, давайте разберемся. В первую очередь вдохновлена это была атака Минди, который сместился в центр. Все саморучно, самоножно сделано. Да, конечно, атака замечательная. Я думаю, неудачно все-таки сыграл вратарь. Ну и дальше защитники уже дали возможность игроку пойти на добивание. Один, видите, выключились. Сократас выключился полностью. И здесь уже надо было просто в незащищенный угол бить. То, что игрок и сделал. С завершением от Кирилл. С прекрасным ударом, с прекрасной передачей. Но он все-таки нацелен в большей степени на атаку. Поэтому, конечно, здесь в его зоне. Ох, как здорово было сделано! Нет, то, как он выбирает позицию. Не обязательно быть двухметровым, чтобы прекрасно играть головой и забивать головой. Фалькао. Ну что ж, давайте потихонечку разбирать, что здесь произошло. Во-первых, сразу скажем, что защитник был позади Фалькао. И, по сути, именно в этом и заключалось преимущество Радамеля. Его пятый гол в шести матчах. Вообще, кстати, в Лиге Чемпионов у него завидная скорострельность в текущем сезоне. Пас на фланг. И Минди на Мбаппе. Лемар. И вот такой эпизод. Смотрите, опять, защитники не успевают в Баруси и Дорне. Три защитника, три центральных защитника. Но они позиционно располагаются и практически не успевают ни в какой борьбе. Ни на опережение, ни подстраховать игроков. В каком-то стопоре они находятся вот эти первые. Первые уже минуты второго тайма. Им Баруси наконец забивает шансов. И у него было достаточно? Ну, посмотрите, вот то, что нужно было и то, что мы ждали от Эмбеле. Это проход по флангу, с дриблингом и прекрасная передача. И, конечно же, Ройс здорово-здорово завершил эту комбинацию. Не знаю, как вас, Олег Юрьевич, меня здесь в этой ситуации больше всего под правой. Бабе рвется вперед. Да, все-таки левая нога у него рабочая. Бабе простреливает. Это победа по делу добытая. Преимущество, ну, скажем так, гораздо меньше ошибок было допущено как футболистами на поле, так и тренером, тренерским штабом Жордима за столом. Он и добывает эту пушку. Перехват, передача, снабженная там еще и ликошетом и жерменом. Действительно, Лемар становится автором уже второй результативной передачи в этом матче. И жермен, под голкипером, мяч проталкивает. Да, отличная контратака, отличное исполнение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok